Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Get Even. Мы продолжаем, ну что? Постепенно мы прокра... Твою мать! Твою... Блин, твою мать тоже! Никак не привыкну к этой системе! Блин, а, у нас даже мысли сходятся. Мистер Блэйк, давненько мы не виделись. Последний раз это было, когда... Дай-ка вспомню... Когда я украл Корнер Ган... Ах, да, когда вы украли мой Корнер Ган для Роберта Рэмзи. Нужно было прикончить вас на месте, тогда мне не было бы так паршиво. Ох ты, какая новость. То есть мы к нему потом пришли после? Так убейте меня сейчас. Вы действовали так изящно, так безупречно, уничтожая меня и мою фирму. Я решил сравнять счет и отплатить Рэмзи той же монетой. Я долго ломал голову и все никак не мог решить, кто же лучше справиться. С этой задачей, а потом меня осенило. Я? Я начальник службы безопасности Рэмзи. С чего бы мне на вас работать? Купить можно кого угодно, Блэк, особенно вас. Мне хорошо платят. Да, но не так хорошо, как вам хотелось бы. Не так хорошо, как вы могли бы зарабатывать. Дело не в деньгах. Ах, это старая пер... Присказка. Ладно, а как насчет такого? Как мне сообщили, Рэмзи прекрасно осведомлен о вашем преступном прошлом. Причем куда лучше, чем полиция. Я так понимаю, он не оставил вам выбора, работать на него или сесть в тюрьму. По-моему, мистер Блэк, он крепко схватил вас за яйца. Мистер Блэк, ты его бич. А вы ревнуете? Так. Сюда идем. Хм. Я никому не завидую, Блэк. Если у кого-то есть то, что мне нужно, я просто беру. Вот мое предложение. Дважды я предлагать не буду. Вы будете работать не на Рэмзи, а на меня. У меня есть план, как похитить у Рэмзи устройство Пандора. И вы его осуществите. Назовите вашу цену в пределах разумного. Если вы выполните работу, я буду... Забуду про историю с Корнерганом, и мы разойдемся друзьями. Как вам такое? А если я откажусь? Вы еще живы, потому что полезно мне, Блэк. Не делайте глупости. Нет. Простите, я сказал нет. Блэк, я вам, кажется, все четко объяснил. О, да, вы все объяснили, но я отказываюсь, Город. Я не стану на вас-то работать. Я ни за что не буду работать на вас. Я не стану осуществлять этот ваш план. Меня он не устраивает. Я отказываюсь. Повелитель кукол. Кукловод. Господи, что такое? Что такое? Бабочка, скелет. Что-то жуть какая-то прямо. Да здравствует повелитель кукол. Что такое? Все наши воспоминания по тому, как мы путешествовали по этой психбольнице. Так, что ли? О, очухались. Опять очухались в психбольнице этой. С этими куклами и прочим бредом творящимся. Так, количество зарядов нет. Ты так потратил много времени и сил, чтобы найти виновных, что даже не задумывался о своей вине. Так. Опана, открыли. Так это, наверное... Черт. Какого хера? Рэмзи, что происходит? Я, как бы это сказать, закрываю лечебницу. Как вы это делаете? Что это за место? Опять это место. В чем дело на сей раз? Черт. Закрывает лечебницу. Имплантирование воспоминаний. Мы стали задаваться вопросом. Так. Им удалось внедрить ложные воспоминания, вызывающие страх напрямую в мозг. Внедрение воспоминаний? Так. До сих пор неизвестно, кто и за что убил Джаспера Прада. Чедвик уверен, что это преступление связано с наркотиками. Так. Двигаем. А, это мы только что прочитали. Так, нам как? Нам туда надо идти. Вот. Ух ты, там что творится, а, на картине. Так, сюда. Обратно в психлечебницу. Ой. Ребята, я не знаю. Блэк, боюсь, я был с вами не до конца откровенен. Прошу прощения. Точно. Так, Рэмзи, давай на чистоту. Что за херня тут творится? Куда меня теперь занесло? Это мои воспоминания, мистер Блэк. Контакт с тем, кто использует Пандору, может создать то, что я бы назвал синаптической диффузией. Двухстороннее движение, иными словами. Это изъян технологии. А лечебница? Вы уж простите, лечебницу пришлось создать. Сукин, ты сын. То есть, все это было в одной большой иллюзии? Правильнее сказать, симуляция. Я создал эту реальность, чтобы поддержать у вас адреналин на уровне, необходимом для эффективной работы моей технологии. А все эти люди? Это твои пациенты? Пациенты не имеют ко мне отношения. Я лишь создал симуляцию. Мозг обладает удивительной способностью заполнять пробелы. Я показал вам старую психушку, и ваш мозг населил ее безумцами. Скорее всего, обрывками тех, кого вы встречали в жизни. Или персонажами из фильмов и книг. Предсказуемо, конечно, но этого стоило ожидать. Значит, ты меня обманул. Все это было враньем? Поговорим про враньем, мистер Блэк. Чьи лжи и обманы вы желаете обсудить? Мои или ваши? Я не понимаю, о чем ты. Вы прекрасно все понимаете. О. Так. Ох ты. Это комната Грэс. Вы помните ее, Блэк? Девушку, которую вы пытались спасти. Мою дочь. Разумеется! Так как вы там оказались, Блэк? Вы же работали на меня, начальником службы безопасности. Вы знали, что мою дочь похитили, но не сказали ни слова. Я не помню! Я вам не верю. Так. Ну, тут больше ничего нет. Уйдем сюда. А что насчет моей жены Леноры? Что насчет нее, Блэк? Я не понимаю, какого хера ты от меня хочешь. Она ушла от меня, Блэк. Она обвинила во всем меня. Не то, чтобы это не была моя вина. Я не хочу отвечать за действия какого-то террориста. Расскажи все, что вы знаете. Я знаю про нее лишь то, что я видел ее здесь, в твоей памяти. Прости, я ничем не могу помочь. Офигеть, а? А что насчет него, Блэк? Его-то вы помните? Я помню тебя, Рэмси. Я искренне тебе сочувствую. Я хотел помочь, но я опоздал. Пожалуйста, отпусти меня. Вы так этого хотите, Блэк? Чтобы вас отпустили? Конечно, у нас же уговор. Отпустить вас буду рад, но сначала спрошу. Возможно, при других обстоятельствах вы бы не захотели, чтобы я вас отпустил? Что за херню ты несешь? Добро пожаловать в мой офис, мистер Блэк. Так, оглядитесь вокруг, теперь-то я думаю, вам все станет ясно. Так. Ну, давайте оглядимся. Серверная какая-то как будто. Ох ты. Какого хрена? Это же я. Снова запугать решил, Рэмси? Хера лысого, не сработает. Больше не верю. Вы утверждаете, что больше ничего не помните? Кто рассказал мне все, значит, вы мне больше не нужны. Я тебе больше не нужен? Все могло бы обернуться иначе. Окажи вы больше содействия. Прощайте, мистер Блэк. И спасибо за воспоминания. Постой, я еще могу помочь. Роберт, не делай этого. Прости меня, прости меня за все. Разбуди меня, пожалуйста. Просто разбуди. Охренеть. Ну, прям как исходный код, ребята. Один в один прямо. Реальность симуляции внутри симуляции. Завернутая в симуляцию, да? Прямо начало и исходный код вместе взятые. О. Это что это? Обработка персональных данных. Блэк. Так, решение проблемы предохранителя методичное. Так. Сэмсон выпущен из камеры. Все мои решения, что ли? Ленард Шелби убит. Так, аккуратный, аккуратный. Ага. Ага. Бойс убит. Так. Столкновение значительное. Все мои косяки, короче, сейчас плывают. Продолжить? Да? Нет. Да давайте продолжим. Обработка данных. Психопаты отпущены. Так, Уолт Кауфман убит. Так. Полностью исследованы. Аномалии воспоминаний полностью исследованы. Не обнаружено. Присутствие испытуемого не обнаружено. Это вообще на что влияет? Ну вот это вот все. И все, что ли? Брошен испытуемым. Человека нашли в лесу остатки. Минимальные столкновения. Да, продолжай. Так, обнаружен. Да, попал его. Было дело? Было. И не раз я вам скажу. Так, исследование особняка не завершено. Ох ты ж. Столкновения минимальные. Обработка данных Пандоры. Тоже минимальные. Да давай, продолжай. Так. Обнаружено. Ну. Было дело. И не раз. Но побольше ты части. Я же все стремился аккуратно делать. Так. Испытуемый не дисциплирован и настроен враждебно. В смысле враждебно. Я же и так все аккуратно. Ну, в принципе, были, конечно, моменты. Ну, а что делать? Можно было, конечно, бы лучше все пройти. Гораздо лучше. Фаза аудита завершена. Церебральная связь пациент Black 001 соединения с Пандорой завершена. Доктор Рэмзи, вы хотите приступить к анализу архивных данных? Да, переключите савантное воспроизведение. Начинаем анализ. Хоп. Вы не могли бы запустить кофемашину? Доктор, советую вам, как врач, отдохните, как минимум, 4 часа. Прежде чем приступать к анализу, дальнейшее потребление кофеина лишь отложат, а не снимет чувство усталости. Тогда давай двойной. И три ложки сахара. Мне также нужно базовое воспоминание для анализа из всех, что мы записали. Какое стабильнее всего? Вот это записано при первом запуске Пандоры на пациенте Black 001. Хорошо, тогда давайте изучим полную память, а потом перейдем к проблемной. Запускайте интерактивный плеер. Так, нормально. То есть мы все это время за рейды как бы играли и смотрели память этого. А вот и он. Коул. А вот дела. В коме, что ли? В полукоматозном состоянии каком-то? Либо сдох вообще. Либо спит. Ну судя по тому, что что-то там это двигается, по всей видимости еще поддерживается жизнь. Протокол анализа и аудита. Так. Так, анализ и аудит и анализ. В ходе аудита оператор Пандоры мягко направляет сознание испытуемого, позволяя ему свободно исследовать места, парадигмы, подробности и структуру воспоминаний. Зная о том, что основа памяти является верной, а более мелкие детали содержат неточности, оператор записывает воспоминания испытуемого с помощью саванта. На всем протяжении аудита оператор должен сохранять беспристрастность, недавить на испытуемого и позволять ему беспрепятственно изучать синаптические пути памяти с минимальной помощью. Так. Этап анализа. Оператор выполняет в одиночку без помощи испытуемого с Пандорой, но только по завершении аудита. Так, оператор снова в них входит. Находясь в воспоминаниях, оператор, опираясь на мощный алгоритм, основанный на пирамиде потребностей Маслоу, а также на прогноз пути наименьшего сопротивления, известные последствия событий и объективные наблюдения, оценивает вероятный исход записанного воспоминания. Фаза анализа позволяет устранить неточности и убрать все текущие аномалии из синаптической памяти. Опытный оператор сейчас может извлечь истинную информацию из любого воспоминания с вероятностью до 90%. Короче, знаете, как это было? По сути, мы как бы флешку просматривали в двух словах. Диск, который обладал разумом, но мы его теперь отключили и он как бы умер. Мозг, так, принцип действия, слушайте, интересная тема, столько информации интересная, мне самому интересно прочитать, что вообще было. По принципу фотоальбома память работает. Но это не так, доказали последние опыты. На самом деле, когда мы пытаемся что-то вспомнить, мы обращаемся к последнему вызову нужного воспоминания, а не к событию, которое ее создало. А это значит, что наш мозг работает не как фотоальбом, а как файловая система компьютера. Обращаясь к воспоминанию, мы всякий раз открываем его, вносим изменения и сохраняем им их, чтобы вернуться к ним в будущем. Как круто, а? Вот это подробности. Так, всякий раз, когда мы что-то воспоминаем, оригинальное воспоминание заменяется его копией, которая содержит заметные отличия. Так, и когда мы использовали Пандору, мы сразу поняли ее изъян. Если очевидец не доверяет собственной памяти, то как оператор сможет докопаться до правды? И вот второй прототип был создан, Савант. Выработать протокол аудита и анализа. Так, записывать воспоминания, а потом оператор смог бы их изучать в дальнейшем, свободно. Ничего себе. А это что такое? Кодовое название Пандора Савант, доктор Роберт Рэмзи. Осмотреть. Продолжить. Так, погодите, погодите, погодите. Мы успеем все продолжить. Давайте-ка исследуем это местечко. Тут очень интересно все. Так, аномия, также известный как синдром кончика языка. Неприятный побочный эффект, возникающий у некоторых испытуемых при воздействии с Пандорой и Савантом. Выражается в виде легкой амнезии у некоторых испытуемых. Так, синаптическая диффузия. Вот. Поскольку в начальной фазе оба сознания, вот как у нас было подключено к Пандоре и Саванту, мы выявили, что иногда воспоминания оператора могут проникать в систему и накладываться на переживания испытуемого воссозданной реальности. Вот нас от этого и штормило, так сказать, большую часть серий. Теперь понятно. Так, а это что у нас? Доступ к активной памяти и ненамеренный религиозный эффект. Побочный ущерб, нанесенный сознанию. Так. Так, 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 к активной памяти. Ну, короче, кому интересно, можете поставить на паузу и прочитать. Занятная, однако, занятная тема. Так, ну ладно, допустим, мы это все тут сделали. Ну, что там, если мы нажмем продолжить, что у нас получится в итоге? Это что такое? Назад. Ну, назад. 20 компьютеров. Так, Пандора, продолжить. Че делаем? Приступаем к анализу данных. Решифровка кэш-памяти и запуск саванта. Бинарные фильтры подключены. Серверы работают с оптимальной скоростью. Ввожу параметры биометрической обратной связи. Инъекции инсулина через 3, 2, 1. Можете приступать, доктор Рэмзи? Обалдеть. В подвале себе соорудил вход в матрицу. Не подходи ко мне, не подходи. Все хорошо, я друг. Тебе папа прислал. Теперь это мы можем действовать свободно или как? Во. То самое место. Так, я в системе. Начинаю анализ. А где же... Так. Вот. Вычислительный ресурс саванта. Нажмите В, чтобы использовать сонар. Там есть вести от Джаспера? Пока нет, скажу, когда появится. Тут у нас уже другие технологии. А это что такое зеленое? Подобравшись к... Ох ты, к противнику близкого, можете поглотить его, нажав пробел. Фига себе. Поглотить? Это что это такое? Опа. Параметры поглощения настроены, доктор Рэмзи. Вы можете продолжать анализ. Если вас обнаружат, враги будут появляться до тех пор, пока вы их полностью не уничтожите или не доберетесь до нового блока памяти. Поглотил. Прям как игра Фир, играя за этого Пахстона Фетеля. О. А, вот мы где. Скрипт телепортации запущен, доктор Рэмзи. А, хорошая шутка. Ладно, пойдем по следу, узнаем, что было. Спасти девушку. Так. Вы можете телепортироваться к ментальному образу, нажав пробел. Так. Это мы сейчас телепортируемся. А тут что у нас? А тут у нас ничего и нету. Сюда можно, в принципе, и не идти. Опа-на! Не забывайте сканировать окружающий ваш мир сонаром. Так, во время телепортации вы на какое-то время становитесь невидимыми для врагов. Пользуйтесь этим преимуществом. Здесь они держали ее. О, Грейс. О, Грейс. Я. Осторожней, доктор Рэмзи. Так. Знаете, Хоуп, это очень приятное ощущение. Доктор, позвольте напомнить, что вы должны контролировать свои эмоции во время анализа. Любые выбросы серотонина, дофамина или адреналина могут... Знаю, знаю, вызвать искажения. Я учту. Спасибо, Хоу. Так, то есть поменьше всякой вот этой вот... Сплошные ограничения в этой игре. С ума сойти. Ограничения на ограничения. Не то нельзя, это нельзя. Эх, а так хочется, но увы и ах. Так. У меня карта есть. Увы и ах, карты нету. Ну, че мне вот с тобой делать? Ну, поглощать? А как я иначе-то пройду? Хоп, я ощущаю, здесь сильное сопротивление. Интересно, это потому, что Блэк пытался что-то утаить, или это делает Пандора? Да, доктор Рэмзи, Блэк чувствовал здесь угрозу. Это было записано во время аудита. Тут я бессильно. Это усложняет задачу. Я, в отличие от Блэка, не боец, но не важно. Так. Сонар тут вот были еще, я помню это. Я-то все прекрасно помню. Так, этого надо убрать. Так. Вот сюда мне. О боже. Давай-ка активируй. Энн... Моя бедная девочка. Я все исправлю. Обещаю. Замечен всплеск эмоций, будьте осторожней. Доктор Рэмзи. Я докопаюсь до истины, им не уйти от расплаты. Расплата. Название игры. Так. Им не уйти от расплаты. Доктор Рэмзи? Доктор Рэмзи. Доктор Рэмзи. Мы стали... семьей. Роберт, послушай, совсем скоро Грейс вырастет и покинет родной дом. А до тех пор есть ты, я и наша работа. О, Грейс, я... О, Грейс, я... Вы за пределами программного кода, доктор. Будьте крайне осторожны, данные раздроблены и нестабильны. Сохраняйте спокойствие, иначе вы рискуете... Хоп, не говори мне про риск, просто вытащите меня. Итак, посмотрим, где мы. Вот уже действительно. Ну ладно, друзья, давайте закончим тут. И продолжим же, как обычно, все в следующей серии. Ссылка на плейлист группы ВК, Фейсбук, Твиттер, снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.